Доброе-доброе утро! Всем давайте проверяем звук связи, как и видно, и как слышно. Кто здесь на связи? Отлично. Слышно, хорошо. Замечательно. Замечательно. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня находитесь здесь. Сегодня у нас будет особенный тренинг, я вам сразу могу сказать. Многие вещи, которые я буду говорить, вам могут не понравиться, но это я предупреждаю сразу. Но, чтобы вы понимали, я это говорю для того, чтобы вы научились где-то расставлять по жизни приоритеты, брать ответственность за определенные жизненные ситуации, для того, чтобы в целом ваша жизнь в дальнейшем улучшалась. Поэтому договорились, да, то есть вы адекватные люди, вы записываете что-то, может быть, с чем-то вы не согласитесь, что-то, может, не понравится, но в любом случае нам же интересен конечный результат, да? И вопрос к вам. В идеале, на какой доход вообще вы нацелены выйти в компанию Баркоин? Напишите, пожалуйста, все цифры, на какой доход вы выйдете. Вы точно выйдете на этот доход. У кого какие амбиции? То есть во что ты веришь, к чему ты стремишься? Ага, 35 тысяч. Евро лучше писать тоже, да, в неделю. Амбиции, я смотрю, хорошие. Остальные пишите, пожалуйста, побыстрее. Тут, наверное, еще не определился. У всех 35, да? 5-10. Ага. Очень хорошая амбиция. 35. Евро. Отлично. Ну и давайте, сейчас первое, о чем я хотела поговорить. Вот смотрите, мы с вами, когда начали эту 10-дневку, мы поставили определенную планку, определенные правила, и все с ними согласились. Это так? И напишите, вот кто из вас согласен с тем, что вот сегодня, ну, я не, ну, скажем, уже понарушала эти правила тысячу раз. То есть, далеко не в три раза поставьте плюсик, может быть, кстати, я. Только сразу договариваемся. Никакого самоедства, мы просто адекватно рассматриваем ситуацию, которая есть на данный момент времени. Я думаю, наверное, почти все. Каюсь. Не тысяча. Не спевал. Угу. Ну, здесь-то момент такой, если мы говорим вообще в целом об академиях, да, в каком формате они должны проходить. Я уже проходила, наверное, 4 или 5 академий, точно уже даже не помню. И в основном, академии у нас всегда были на земле. И когда, конечно, на земле вместе с группой, здесь, скажем, проще выполнять более жесткие правила. Потому что все рядышком, все друг другу в глаза смотрят, все друг другу подпихивают, подпинывают. Видно, как человек расставляет приоритеты. Видно, как человек, ну, на что реагирует на земле. Здесь я прекрасно понимаю, что вы в разных городах, мы в разных городах, кто-то даже у нас в другой стране. И, конечно, когда ты находишься один сам с собой, в этом случае ты с собой где-то договариваешься. И внутри каждого из нас есть 2 человека, у кого-то есть 3 человека. Кто из вас уже слышит вот эти вот голоса, которые у вас разговаривают? Один, например, говорит, смотри, у нас вот задание, нам надо ролик записать, правила до обеда. А другой говорит, не, давай, мы сейчас приоритет по-другому расстанем. Смотри, у нас же есть другие дела, нам надо с ними говорить то-все. И ты не выполняешь. Кто слышит вот эти голоса? Тоже плюс, минус. Потому что кто-то еще даже не слышит. Я когда впервые услышала, сама себя услышала внутренний разговор, вы знаете, я думала, у меня к крыше поехало. Я звоню с ним на наставнику, я говорю, я не понимаю, что происходит, говорю. Они разговаривают, он говорит, кто? Я говорю, внутри, двое, даже трое, они разговаривают между собой. То есть это называется, ну, скажем, одна из стихий осознанности, когда ты слышишь вот этих двух внутри. Один у тебя позитивный, он правильный. А второй – говорун, так называемый, который тебе все объясняет. Он тебе скажет, что ты не такая, не такой хорошая, как ты себе читаешь в афирмациях. И вот эти два друга, они у тебя есть внутри. Ну, значит, по поводу нашей десятилетки. Первое, кто что-то не выполнил, сегодня доделать все свои обязательства, все свои ролики и прочие вещи. Я смотрела ролики, которые вы записали вчера, смотрю, Фарид, Валя Печугина записала новый ролик, да, так, тут Виталия записала новый ролик. Смотрю, кто записывал уже не первый раз, кстати, виден прогресс. То есть, уже ролики записаны немножко по-другому, с другой колокольчик, с другим пониманием. То есть, это порадовало. Значит, единственное, как бы, как сказать, пожелание в следующий раз, когда вы будете записывать ролик, в ролике желательно указывать доход, желательно. И, поймите, не включайте людей на компанию в Ванкойн, включайте людей на тебя. Не компания его сделает богатым. А когда ты работаешь в связке с человеком, ему протягиваешь руку помощи, это, знаешь, это в бизнесе вот как ребенок родится. То есть, у тебя твои первые линии, это твои дети. Вторые линии твои внуки. То есть, это как семья. Вот когда вы начнете вообще в команде к своему людям относиться именно как к семье, вы, наверное, заметили, да, что в семье, в котором уже есть такие отношения быстрые, такие вот как родственные, да. Вот тогда, вот тогда за вами пойдут люди. Потому что все люди ищут на самом деле не деньги. Не деньги. Деньги – это средство. Люди ищут человеческого отношения, люди ищут гармонии, люди ищут людей, которые покажут, как им себя вести в определенных ситуациях, чтобы они достигли успеха. Согласны вы с этим? Значит, мы с вами договариваемся. Первое. Самаевку мы говорим нет. То есть, если что-то сегодня не сделано, вот так, в ладошке, я принимаю эту ситуацию с любовью и благодарностью, и все, оно уже произошло. Второе. Я принимаю решение, что следующие все задания я выполняю досконально, сразу же, и я просто начинаю действовать по-другому. Я хочу с вами поговорить о нескольких вещах. Во-первых, я хочу с вами поговорить по поводу ответственности и по поводу расстановки приоритетов по времени. Кому из вас не хватает времени в течение дня? Кто не успевает? У кого паника? Я не успеваю. Одно, второе, третье. А вы знаете, это определенный этап, вообще в бизнесе, это определенный этап жизни, подружиться со временем. Вы замечали такую вещь, например, когда ты куда-то торопишься, например, ты куда-то едешь. И если только ты в голове начинаешь думать о том, что ты торопишься, например, ты видишь дороги, у тебя поезд, и ты, ну, чисто смотришь, ё-моё, полчаса осталось, 15 минут, и ты вот внутри торопишься, и вам кажется, что время летит. Замечали так вот такие вещи? И наоборот, ты знаешь, что времени мало, но ты успокоился и говоришь, а, ладно, всё, я успею. И время как будто замедляется. Кто с этим сталкивался из вас? Как будто оно останавливается. И ты приезжаешь, у тебя ещё даже запас времени, оно казалось нереальным, да? У меня был случай, я когда начинала бизнес, это тоже был город Тольятти, и, значит, так сложилось, что я закрутилась там на одну встречу дома, и мне была назначена встреча в 4 часа дня, в другом районе, то есть мне надо было проехать, ну, то есть Тольятти, Виталий у меня помет, я жила на революционную, мне надо было проехать весь новый город, весь центральный район, то есть полностью проехать два района, и оказаться на встрече в 4 часа. Ну, в полчетвёртого это начинается час пик, то есть, врач они едут с работы, и в полчетвёртого я только выхожу из подъезда. Можете себе представить, у меня остается 30 минут проехать два района, там дойти до квартиры, где у другого партнёра должна была быть встреча на квартире. И, вы знаете, я вышла и такая посмотрела на час и думала, а, опоздала, на меня это не похоже, ну да ладно, и я махнула рукой. Вы знаете, я не знаю, как это произошло, то есть просто опущенная ситуация. Я добралась через два района на обычной газельке маршрутной за 20 минут. Это, вот сказать кому-то из столетий, вот он и так поймёт меня, да, то есть это нереально просто. Туда ехать час, на газелье ехать час через два района за 20 минут. Я не знаю, как остановилось время, я не знаю, как это произошло. Но почему это произошло? Потому что я просто... Нет, не лекач, обычная газелька. Что там лекач? Ты же понимаешь, на каждой остановке он останавливается, он сажает людей, то есть это время тоже, да? Но время, оно как будто остановилось. И если вы начнёте отслеживать вот у тебя по жизни вот эти вот моменты, вы увидите, что вы можете управлять своим временем. И я вам хочу сказать, что время – это вообще величина такая. Вот у богатых людей на самом деле много времени. Кто из вас смотрел фильм «Время»? Смотрели? Напишите плюс-минус. Есть фильм, он про меня называется «Время». Недавно он вышел, может, года два назад или три. Не смотрели? Ребят, посмотрите, я вам советую. Единственный момент, то есть у нас в любых фильмах есть вирусы, да? Там показывают, что человек, он рождается, и в определенный момент времени у него здесь вот на руке начинает идти таймер. Каждому человеку отведено на день определенное количество времени. И либо он делает какие-то действия, у него на следующий день еще время, только он добавляется, они работают за время. То есть показывают завод, приходят люди, им насчитывают время. И показывают там бедные люди. У них практически нет времени, оно заканчивается. Богатые люди, у них века. И вот в этом фильме есть огромнейший смысл. Единственный, там вирус, на который, ну, не берите на себя, там показаны богатые и плохие, а бедный и короче. То есть вот на это мы не смотрим. Но сам смысл, вы делите время, посмотрите. То есть оно там стоит. Недавно мы его пересматривали с Вадимом. Вот очень мощная вещь. Значит, первое, это по поводу времени. То есть если вы что-то не успеваете. Я вчера разговаривала с некоторыми своими партнерами. И услышала приблизительно такие вещи. Ребят, сразу скажу, ну, без обид, да. Мы решили, вот у нас приоритет, сейчас лидер проводит презентацию. Наш приоритет, мы делаем звонки, то-то, то-то, то-то. А потом мы выделим время и запишем видеоролики. Смотрите, вы заходите на 10-дневку, вы принимаете правила. И вот здесь самое главное, как ты будешь поступать, как ты будешь реагировать на свои действия. Это же складывается определенное обстоятельство, да, приезд того же самого лидера. Это определенное обстоятельство, которое накладывается во время прохождения академии. И вот здесь какой должен быть твой приоритет? Выполнить, несмотря ни на что, свои обязательства. Бизнес невозможно делать без обязательств. Кто занимался линейным бизнесом, вот Галя вчера застала, она поймет, да, там если у тебя есть договоренность с человеком, у тебя есть обязательства, но ты их не выполнил, завтра с тобой не будет иметь дело. И мы с ней разговаривали, как-то она сказала, если человек где-то нарушил свои правила, да, то я с ней не буду иметь дело. Вот здесь вот как вам сделать правильно, да, выберите ежедневник, сколько времени надо записать ролик, ну, выделите даже час, ну, с учетом, что добраться до какого-то места красивого там, да, один час. Если ты видишь, что вот в это время назначены встречи, ну, встаньте на час раньше, или лягте на час позже, но задача, чтобы это было выполнено. Вы знаете, на одной из десятилетий мы брали обязательства не только по количеству разговоров и встреч, ну, и вообще по действиям, которые мы будем делать в течение дня. У нас не было интернет-системы, и мы что делали? Всякие разные, ну, всевозможные использовали методы, как Парит написал, флайеры ходили, раздавали, объявления вклеили, и вот был план, определенное количество там этих объявлений, да, а в день я должна была поклеить на подъекте. И вот я очень запомнила, кстати, этот день. Я приехала с офиса, я так устала, вы знаете, и такой день был, и много встреч, и разговоров, и я понимаю, что время 10 вечера, а я объявления не поклею, а время 10. Сижу, и вот здесь вот происходит внутренний разговор. Я его помню до сих пор. Один говорит, да ладно, Катя, ну, не поклею, ты сегодня у тебя объявление. Ну, сходи завтра, с утра пойдешь, делаешь две нормы. И что? Вот он все объясняет, ты так устала, давай не будем это делать. Вот один говорунок заговорил. И тут проснулся второй внутренний голос, он говорит, слушай, моя дорогая, ты взяла обязательства. Ё-моё, тебе надо всего 20 объявлений поклеить. Да это делов на 10 минут, иди, сделай. И, знаете, я когда послушала свой второй голос, и у нас в 10 вечера как раз у нас, что-то экстренно нас собирал Вадим на телефонную конференцию. Я поклеила объявление как раз до 10. И в 10, я не понимаю, я не снимаю домой дать, я просто села на скамейку, достала ежедневник, тетрадку, я понимаю, сейчас будет конференция, надо подписать. И, значит, у нас проходит конференция, Вадим говорит, я не пойму, а кто у нас 6 на улице, темнота уже, время у нас 10. Я говорю, я... Он говорит, так что ты там делаешь? Я говорю, я в объявлении клеила. Он говорит, ну, молодец, конечно, они надо мной все потуялись. Но смысл, знаете, в чем? Либо ты даешь себе силы сам, либо ты себя забираешь. То есть, откуда у человека растет вера в себя, откуда у человека растет уверенность в себя. Сказал – сделал. Сказал – выполнил. Сам себе сказал. Не для того, чтобы наставнику отчитаться. Наставник – не начальник. Нет, ни в коем случае. Чтобы ты себе мог больше доверять. И, вы знаете, я проводила потом однажды конференции, меня попросили, то есть телефонная девчонка с параллельной группой собрала своих людей. И я проводила тогда по поводу событий, по поводу своих решений. Вы знаете, вот эти все мои предыдущие решения, они дали силу в словах, когда я общалась с людьми. Ваш доход будет расти в тот момент, когда будут расти ваши цены на рынке. Отчего растут цены? Сложилась у тебя определенная ситуация, да? Ты из нее нашел выход, ты расставил правильно приоритеты. После этого ты можешь показать путь людям. И расскажи несколько примеров по поводу приоритетов. Значит, вот смотрите. Допустим, у тебя есть самый классный твой друг. Вообще с детства дружит ты обалденно с семьями. И вот он женится в субботу, да? В субботу у него свадьба, он тебе звонит. Я расскажу, это реальный пример. У одного у тебя с Максимом у нас есть. У него была подобная ситуация, я тебе ее расскажу. И друг женится, и он тебе говорит, слушай, там, ну, допустим, Рена или Марина, да? Я хочу, чтобы ты был свидетелем на свадьбе. А у тебя вот в субботу с утра школа по графику. Вопрос к вам. Кто пойдет на свадьбу, кто пойдет на школу? Напишите просто, вы бы как поступили в данной ситуации? Такие грамотные. Вы пишите, как есть, не для того, чтобы мне понравиться, а вот как ты считаешь на данный момент? И что бы ты выбрал? Самый лучший друг. Вы знаете, очень часто бывает так, что люди, или это может быть даже родственник, да? Люди стараются что-то делать для других людей. А вдруг он обидится? Блин, ну, ведь как же тут быть-то, да? Мы так дружили. Ага, не знаю, честный ответ. Не знаю, ты, в принципе, знаешь. Знаешь, что была бы ломка и был бы выбор, да? Но надо было бы сделать все равно один из вариантов. Смотрите, ну, я скажу вам тоже случай. То есть, как произошло у нас с Максимом, да? Он мне позвонил, я его на эту школу поставила в этот день. То есть я не знала, что у него будет свадьба. И за неделю я его поставила проводить тренинг. То есть выделили время, да? Он должен проводить тренинг. И накануне в пятницу выясняется, вдруг позвонил, прям вот, гад про свадьбу, и вдруг хочешь, чтобы он был свидетелем. Максим мне звонит и говорит, что мне делать? Я ему говорю, вот смотри, Максим, вот ты заходишь, допустим, ты идешь на школу. Первое. Ты проводишь тренинг, ты сам растешь. Ты идешь к своему успеху. Раз. Два. У тебя там сидят люди. Они смотрят на тебя. Это мимое обязательство, что ты кому-то что-то должен. Вот, допустим, ты, говорю, пошел на свадьбу, ну, погуляли, поплясали, ну, Максим у нас не пьет, ну, говорю, выпили там некоторые, да? Утран головная боль, в жизни что-то изменилось? Нет. Свадьба – это событие в жизни того человека. Это у него что-то меняется в жизни, да? Но никак не в своей жизни. А вот школа – это то, что поменяет именно в своей жизни изменения. Вы знаете, Максим позвонил другу, и он ему сказал, вот, я не могу, у меня вот обязательства перед командой, я провожу тренинг, давай я к тебе просто подъеду после тренинга. И вы знаете, что сказал друг? Друг сказал, да ладно, Макс, не переживай, ну, раз ты такие повторяешься, ну, приедешь там после обеда. Главное – это приезжай. Здесь, знаете, важно понимать, что если человек на самом деле тебя любит, да, если на самом деле есть дружба, он тебя всегда поймет. Если это что-то напускное, и тебя где-то, может быть, использует, да, то здесь, ну, оно в любом случае, оно лопнет однажды. Второй случай был у меня. Я как раз развелась с мужем, у меня сыну было 10 лет, и представьте ситуацию, третий класс, он заканчивает, у них выпускной, я реально понимаю, папа на выпускной не пойдет, а у меня совпадает событие в Уфе. Вопрос к вам. Вы бы пошли на выпускной к сыну, или вы поехали бы на событие? Вот в данной ситуации. Вот выбор. У тебя один единственный сын, самый любимый, да, или дочь. И вот у тебя такой выбор, юмор, он заканчивает школу, да, выпускной, все с родителями, он один, здесь просыпается первое обязательство, которое нам навязали, да. Как же так? Как он погиб без меня? Сложный выбор. Согласна. Вы не представляете, как мне было сложно. Он мне заказал дома скандал, я сказал, сынок, я не смогу быть у тебя на выпускной, потому что, говорю, у меня события в эфире. Как вы думаете, что я услышала в ответ? Я сидела, я просто сдерживала, чтобы не запах. Да ты плохая мать, да ты меня не любишь сначала. Там истерика, там слезы, там сопли. У меня внутри все переворачивает, в душе. До сих пор я говорю, мне все переворачиваю. Было настолько сложно. Но я ему сказала так. Я говорю, знаешь, вот смотри, сын, вот есть две ладошки. На одной ладошке ты, мой самый любимый, мой самый дорогой, я делаю этот бизнес для тебя. А на второй ладошке, вот смотри, есть команда людей, это тоже как дети, только в бизнесе. Они, говорю, разные. Кому-то 50 лет, кому-то 60, кому-то 30. Смотри, у них есть дети, у кого-то есть внуки, и у них есть много. Скажи мне, вот как бы ты поступил? Вы знаете, я удивилась. Ребенок утершел в окне, он на меня посмотрел, сказал, мама, я тебя полностью понимаю, езжай, я не буду отъезжать. Ты права. Но что мне это дало в дальнейшем? Смотрите, допустим, пришла бы я на выпускной, да? Что бы это было? Ну, по большому счету, да не нужны там детям родители, они сами кайфуют между собой, просто им знать, что вы здесь мамки, да? А по большому счету, они между собой там играют, все дела. Что дано мне это событие? Я приезжаю в Уфу, а я очень долгое время, почти полгода, пыталась выгодить для ребенка путевки в фермерский лагерь, от завода. И мне говорили, нет, 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 все распробано. Представьте такую картину. Я не иду на выпускной, да? Сложный выбор. Я приезжаю в Уфу, только я приехала перед презентацией, звонила в телефон. И мне голос говорит, здравствуйте, Екатерина Александровна, я скажу тебе, вы хотите ребенка отправить фермерский лагерь? Я как стояла, что упала, я говорю, а когда заведет? Она говорит, завтра. Всталяете? Я говорю, а как анализы там? А нас так потом подвезете? Я говорю, а ну я в другом городе. Я говорю, а может бабушка взять там эти, ну, бумажки там? А не знаю, без проблем. То есть смотрите, с одной стороны, был сложный выбор, да, выпускной ребенка, либо, ну, куда пойти. что получилось в результате? Я к нему пошла. Он в любом случае, он там сальфанул, он получил удовольствие, не рассказал. Первый момент. Второй момент. Я возвращаюсь уже с события. Во-первых, я там услышала другие вещи, да, я поменяла свои мысли, я поменяла свои взгляды. Это же дает в дальнейшем, ну, изменения, да, в жизни. И я возвращаюсь, ребенок счастлив, он в пионерском лагере, он играет. То есть жизнь делает так, она всегда платит за принятые решения. Всегда. И, вы знаете, я вам расскажу историю, может быть, кто-то слышал. Кто знает историю Шварценеггера? Шварценеггера. Когда он только поднимался и представьте, вот у Шварценеггера, ага, не знаете, да, посмотрите, представьте, такую ситуацию. То есть он был, ну, в бедном, в бедной семье. И когда он стал подниматься по карьере, значит, ему дали роль, роль в фильме. И представьте, у него назначены съемки, да, а ему звонят и говорят, у тебя умер отец. И, вы знаете, Шварценеггер не поехал на кокру. он поехал на съемку. Как вы думаете, что сказала общество? Общество обусулили все. Вот какой козел, единственный отец, а он не поехал. Да, так он поступил. Смотрите, с одной стороны, общество его осудило, да, но что это дало в дальнейшем? У него же остались, ну, живая мать, там, да, родственники. Он просто сделал выбор в данный момент в сторону своего успеха. Он сделал выбор в сторону успеха. Да, я тоже, Марина, была взявлена, когда узнала эту историю. И смотрите, что произошло в дальнейшем. Человек, ну, он уже умер, да, его уже нет. Важно понимать, душа не умирает. Всегда можно человека вспомнить добрым словом. Не обязательно в особые дни, а в любой день сядь, вспомни, подумай о нем хорошо. И тем самым ты делаешь посылку, все есть энергия. И что ему дало это решение? Он снастит фильме, он получил очень хороший гонорар, потом у него посыпались предложения, у него пошел рост по карьере. И смотрите, в результате он смог помочь твоей семье тем, кто останется живым. Я думаю, что да, потому что из нищеты он вытащил свою семью, своим успехом. И вот здесь важно понимать, когда встает у вас какой-либо выбор, просто сядь, посмотри и скажи, вот если я делаю такой выбор, это двигает меня лично к успеху или нет? Если нет, я не буду этого делать. Я просто этим не занимаюсь. И вот эти вот вещи, они будут с вами происходить, будут различные такие ловушки, жизнь подкидывает. Либо знаете как, человек, например, принимает решение зайти на тот же самый марафон, да, на 10 дней. Либо уволится с работы и заняться бизнесом. Вообще миллион случаев видела. Приходит человек на рандеву, говорит, блин, полгода, ищу работу, нигде ничего не могу найти, все, я ему показываю бизнес, он говорит, вау, супер, все, я начинаю. раз пропал, звонит и говорит, вот это, ты знаешь как, мне такую должность предложили, кто стал, слышал такие случаи, кто стал, мне предложили такую работу, высокооплачивание там себя, ага, и он повелся, да, то есть с одной стороны было решение работать на себя, да, и тут жизнь ему подкидывает, оба-на, на тебе, получи, вы знаете, вот жизнь подкидывает вот эти пустышки, и что происходит в дальнейшем, если человек реагирует вот на эту заманушку, пустышку, да, потом у него нет ни бизнеса, ни той работы, вот сколько случаев видела, миллион, да, было дело, было, и наслушались, и сами видели, да, и сами проходили, либо поездка, на события ехать, кому-то дома устраивают скандал, да, при мне, и выглядит это приблизительно так, ну, как это выглядело у Вадима, он начинал бизнес, значит, у него на тот момент был маленький ребенок, у него была жена, и он пришел в очередной раз домой, и она вот так вот встала, и говорит, либо я, либо бизнес ему, он у меня посмотрел, ему уже многие вещи, многие тренинги он прошел, а, вы знаете, он его очень любил, то есть там действительно были очень такие хорошие отношения в свое время, только потом один стал развиваться, второй остался на прежнем уровне, и в какой-то момент все разошлись, да, но на тот момент он любил его, он любил сына, и знаете, что он ей сказал, мне надо два дня найти квартиру с телефоном, когда мобиль отстремил, и ушел обратно в офис, вечером он пришел домой, как вы думаете, что было, вещи обратно разложены в шкафчик, жена ходит и улыбается, здесь важно понимать, когда тебе говорят, либо я, либо бизнес, что такое бизнес для меня, бизнес это часть меня, это моя жизнь, это мой бизнес, это бизнес, это я, правильно, и мне человек говорит, слышишь, откажись от себя ради меня, нет, ну знаешь, что, я тебя, конечно, любую уважаю, но почему я должна от самой себя-то отказаться, поймите, самый дорогой человек, это ты сам, самый дорогой, и только ты своим примером показываешь своим детям, своим внукам, как надо расставлять приоритеты, как надо жить для себя, потому что видели такую картину, у кого так есть, я живу, я живу вот ради своих детей, слышали такое, да, я все делаю ради своих детей, и ради внуков, у меня мама сидит, ради внуков, да, смысл в чем, вот смотрите, если ты человек, ты живешь ради детей и внуков, твои дети, это твоя дубликация, внуки тоже, то есть, фактически, ты для себя не живешь, ты себе во всем отказываешь, да, и ты делаешь что-то для кого-то, твой ребенок тебя сдублицирует, он будет жить тоже не свою жизнь, он будет жить для кого-то, делать для кого-то, и он не будет жить своей жизнью, внуки будут жить, точно так же, какая же это помощь на семье, по-моему, климливая такая помощь, согласна? на первый план ты, важно понимать, если в семье есть любовь, она будет, она трансформируется, всегда можно договориться, всегда, если нет, то это просто момент времени, когда один уходит вправо, другой влево, это всегда происходит, если любовь есть, всегда можно найти, договориться, ну, вы знаете, всегда, почему у кого-то из вас сейчас близкие бунтуют, если просто, я знаю, не у одного человека, близкие бунтовались, да, кому-то какие-то мультиматумы поставили, вы стали расти, вы стали развиваться, вы затрагиваете их зону комфорта, то есть, они к тебе привыкли вот к такой, или к такому, да, что ты вот всегда вот так вот разговаривал, вот так себя вёл, да, вот к такой самоконке, ты сами видишь рост, стал по-другому мыслить, да, как-то по-другому смотреть на вещи, естественно, затрагиваешь их в зону комфорта, естественно, ну, парень, понятно, вот, и вот здесь важно понимать, что в какие игры ты будешь играть, если ты поведёшь, да, будешь играть в игры, ладно, ладно, ты только не бухти, я сделаю так, как ты хочешь, и завтра тобой будут манипулировать, и послезавтра, и не изменишь ты ситуацию никогда, потому что извне равно внутри, чтобы, что делают люди, вот смотрите, растёт дерево, да, проблема, например, проблема в семье, это что? это листочки на дереве, да, проблема, вот оно на поверхность вылезло, листочки, что пытаются делать люди? Они пытаются эти листочки приляпать обратно, листочки падают, да, они приклеивают, менять-то надо, что, корешки, если ты меняешь корешки, то листочки, они автоматически более здоровые, да, корешки, удобрение подкидал, сейчас дачный сезон, кто что-то сажает, и я поймёт, да, удобрение накидал, ботва такая, потом холодные такие, да, что надо менять, чтобы у вас была гормония в семье, меняйте себя внутри, читайте аффирмации, то, что вы видите напротив себя, это зеркало, зачем обижаться на зеркало, зачем с зеркалом спорить, меняйся внутри, я уже говорила, вот эта практика хаопона, да, четыре фразы, не очень жаль, пожалуйста, прости меня, благодарю тебя, я люблю тебя, возьмите стопроцентную ответственность за себя, за свою жизнь, что значит взять стопроцентную ответственность? Это когда ты осознаёшь, что ты причина того, что происходит вокруг, но здесь важно понять, твоя задача осознать, а не заняться самоедством, то есть принять, вы знаете, чтобы болезнь вылечить, ее первое, ее надо найти, ее надо принять, и только после этого можно ее исправить, знаете, и вот здесь принять эту ситуацию, так, почему происходит такая ситуация, что я могу в себе поменять, как я могу это отработать, что я могу пересмотреть, как правило, вот когда у тебя есть какой-то тонкий вопрос, например, вопрос приоритета, да, есть у тебя тонкий, и вот здесь тебе будут близкие подкидывать вот эти вещи, скандальчик там, еще что-то, да, разборочки какие-то, они тебе, знаете, это тебе подсказка, они тебе, слушай, улучшись, пересмотри приоритеты, пересмотри отношения к себе, пересмотри уважение к себе, это такие вот подсказки, и здесь ни в коем разе, никогда не надо воевать, никакой войны, откажитесь от любой войны, прежде всего, от войны внутри себя, откажитесь, просто важно принять, вот есть вот эти два говорна внутри себя, которые один говорит, ладно, давай мы вот туда побежим, а другой вот туда побежим, я вот вначале, не зря вам включила ролик про команду, да, то есть командная работа, в спорте там жестко, вы знаете, многие осуждают спортсмена, да что они там гоняют мячик, а вы знаете, что они по полгода иногда отказываются от семьи, они не видят близких, когда у них сборы, их просто уйдут, да, в отдельные, они там варятся все, образуются командные, Грегор, у них постоянно тренировки, и какое это время, их близкие, они их понимают, потому что в любом случае, чтобы он потом вышел на поле, чтобы он получил медаль, чтобы ему дали гонорар, необходимо вот эта тренировка, и там близкие понимают, что такое бизнес, бизнес то же самое, вы знаете, он очень похож на спорт, правила успеха везде одинаковые, Пугачева, у нее был концерт, она узнала, что умерла у нее мать, летать и выходить петь, по-моему, Пугачева могла ошибиться, и вы знаете, этот концерт, она дала так, что люди просто визжали от восторга, и она потом сказала, я представляю, как она собрала воню в пулак, вернее, даже не представляю, да, представьте, и выходить на сцену, и пац, такая вот нога, и она просто себе сказала, этот концерт я посвящу своей маме, и она его сделала выше пиво, то есть вот, если возьмете, почитайте истории успешных людей, у каждого из них были вот такие ситуации, каждый сталкивался, да, и вот это он проходил, то есть оно так и есть. Значит, это вот первый момент, а, и по поводу ответственности скажу еще одну фразу, значит, что такое взять 100% ответственность за тебя, за то, что с тобой происходит? Первое, перестать искать виноватых, потому что, слушаешь, виноватые люди не пришли, виноватые люди отказались, виноватые дома настроение испортили, детям не нервы помотали, все виноваты вокруг. Перестаньте жаловаться, если вы это делаете до сих пор, ни о какой 100% ответственности не может идти речь. Ни о какой. Начните искать во всем позитив. Это ответственность за свое состояние каждую секунду времени. Один очень успешный человек, богатый, он сказал, такую фразу, я была на его тренинге, он был просто из нищей семьи, это был основатель предыдущего, предыдущей моей компании, свой, да, и он рассказал историю, он был из такой нищей семьи, где мама сшила одежды с бумаги, знаете, с бумаги, которая с пленкой такая вот, которая нервится. Представляете, вот такая не была одежда, у них не было обуви, то есть им просто, это гранищики, они показывали слайды, там люди в зале сидели плакали, даже не можем себе представить, что кто-то так живет. И вот он сказал, я поклялся себе, что в 33 года я стану миллионером. Он стал миллионером в 30 лет. Он какое-то время там даже бомжевал под мостом, то есть он уехал из родного дома в 16 лет, то есть и вот он дальше продвигался по карьере, он выбрал успех. И он однажды сказал правду, он воевал в Афганистане, и он сказал такую правду, когда я пошел в Мишлигит с моим лучшим другом по полю, у меня на глазах мой лучший друг, он взорвался на мини, и он умер. И в тот день я поклялся себе, что начиная с этой секунды я буду всегда улыбаться, смеяться и радоваться, потому что прошлое уже не вернуть. Будущее мы не знаем, а сегодняшняя минута – это подарок судьбы. Поэтому поймите, вот сегодняшняя секунда, сегодняшняя минута – это для каждого из нас подарок. Мы не знаем, что будет через полчаса, мы не знаем, что будет через час. Понимаете? Данная секунда времени. И как ты в этот момент распределяешь свою энергию, как ты распределяешь все свое время, как ты смотришь на мир. Вот вдумайтесь в эти слова, напишите их себе и перечитайте тысячу раз. Потому что жизнь, она у вас одна. Это ваш подарок. Значит, это вот одна часть, о которой я хотела поговорить. И сейчас, может, даже у нас подтянулась. Значит, у кого есть книжка «Бойся, но действуй» с Людой Джеффер? «Бойся, но действуй». Плюс-минус ставьте. Есть. Следующий вопрос. Кто по ней уже работает? Да, нет, там плюс-минус тоже ставьте. Это вопрос к тем, у кого она есть. Половину. Сейчас напишу по лицу. Сегодня же найдите эту книгу. Сегодня же. Она очень здорово выравнивает мозги. Вот, книжка. Она очень выравнивает мозги. Чтобы вам понять, о чем там говорится, ее надо проработать раз в пять. Вон, я написала лучшее название, Лена. Значит, вот эту книгу, сделать ее настольной. Смысл там какой? Как превратить свой страх в своего союзника? Как заткнуть внутреннего головы руна, подружить вот этих двух внутри себя, которые у вас болтают, да? И в целом стать гармоничной личностью. Это если коротко. И там практические советы. То есть ее не надо читать. По ней необходимо работать, прорабатывать. Парит, я написала название в чате. И еще одна вещь. Смотрите. Хочу обратить внимание на победы наши, ваши победы. Наши общие победы. А вы заметили, что пошли подписи? Подписи, подписи пошли. В Пинде пошли подписи, далеко не одна-две. В Тольятти пошли подписи. У Гали, я знаю, в Пичугиной пошли подписи там по группе, да? Заметили, что движуха пошла? Это общий командный результат. У кого-то пошли подписи, у кого-то пошли первые стройные разговоры. То есть пошел с ГРИК. А знаете, на что я обратила внимание? Сейчас в основном подписи уже пошли у людей, которые второй раз проходят марафон. Вот у них по группе пошла, я имею в виду, такая более активная движуха. Потому что у других тоже есть лечение, да? Более активная движуха. И это при всем при том, что правила-то досконально все-таки не выполняются. Я могу сказать, что если бы досконально они выполнялись, то у нас на вебинарах бы уже больше 100 человек сидел. Это я вам точно говорю. Но мы будем к этому стремиться. Этот марафон далеко не последний. И сейчас в основном я смотрю, идут подписи. Причем во всех группах, вы знаете, они одинаковы. Знаете, какого формата? 110 плюс 550. Либо 110 плюс 550 плюс 1100. Да? Вот. Значит, смотрите. Это о чем говорить? О вашей концентрации на вот эти пакеты. Огласно? То есть мы будем показывать вот эти пакеты. 110 плюс 550 плюс 1100. Вот. Вот этот промоушен. Да? Скажите, у кого из вас есть план на этой неделе включить людей на пакеты 5000, 13 тысяч, 500? Кто об этом из вас думает? Только честно. Как часто вы об этом думаете? Ага, уже есть. Отлично. Давайте сейчас вот мы сейчас все вместе в одно время просто представим. Вот на следующей неделе, например, у нас в команде 10 пакетов по 5500. Можем же мы это представить? В команде в целом. Например, 5 пакетов по 13750. Может ли к нам на следующей неделе, вы просто представьте сейчас, в команде включится, например, человек на 27 тысяч на пакет инфинкций? Может. А может ли человек взять комбо-пакет на 42 тысяч? Может. Что для этого необходимо делать? Вместе сосредоточиться и об этом подумать. И теорема доказана, потому что на прошлом марафоне, когда мы это сделали все вместе, за одну неделю у нас было 3 пакета по 5000, 2 у зали и 1 у детали в сети. Поэтому, смотрите, эта же схема сработает? Работает. У меня к вам есть предложение. Давайте договоримся каждый день за 5 минут до начала марафона, либо даже когда его не будет, значит, без 5-8, вы поставьте себе будильничек, напоминалку. В это время все дружно, мы думаем о том, что вот у нас 10, например, по 5 тысяч, там 5 пакетов по 13 на команду. И все будем думать в одно время. Вы увидите, что будет происходить. То есть результат каждого из вас, он входит в общий командный результат. И когда ты выходишь на поле, даже если сейчас у тебя еще нету включений, но ты играешь во благо команды, ты не можешь проиграть один, потому что вся команда победила. Смотрите, в футболе они бегают, да? Там же не может проиграть один вратарь, да? Там если победили, то все, вся команда, если проиграли, то тоже все, да? Здесь команда в целом идет правильным путем. Очень классно работает марафон, я просто наблюдаю, что в целом происходит, да? И когда ты будешь вообще приоритет по жизни ставить во имя команды и своей цели, ты же входишь, ты же делаешь бизнес для семьи, то в целом выигрывает вся команда, выигрываешь ты. Это всегда так работает. Вот. И домашнее задание, значит, ребят, книгу сказала, да, найти, перед носом положить, начать по ней работать. То есть раз. Два. Доделать все хвосты сегодня. Выделите время вечером, утром, там, когда угодно. Все хвосты. И расписать, что человеку дают пакет 5500, тот человеку дают пакет 13750, и вот есть там комбинация, да, из пакетов. То есть вот это расписать себе на большие листочки, крупным листом, чтобы оно было перед глазами. Самому просчитать, осознать, то есть когда ты осознаешь, тогда ты сможешь человеку это донести. То есть когда ты увидишь выводы, да, из этих пакетов, то человек как можно принести. Так, это я сказала. Это у меня, да. И задайте просто себе вопрос, когда вы это рассчитали. Сколько в моей команде человек каких пакетов возьмет? То есть поставьте себе план, поставьте цифры. Вот что, знаете, как, не надо думать. Вот цифра идет, наверное, напиши ее. Все. Первая мысль, она от бога. Немножко сегодня у нас получилось подольше, да. Ну, я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорила. Да, выбор часто бывает очень непростой. Как правило, выбор ставится в тех местах, где у тебя тонко. То есть либо здоровье-бизнес, да, в клоу всех, либо в семье-птиц, тире, вот такие вот пугалки подкидывают. Поймите одно, вы делаете бизнес для себя, для своей семьи, для того, чтобы все были в гармонии. И еще вот эту вещь скажу. Почему важно приоритет ставить, ну, для себя? Многие думают, что если он будет сидеть рядом с ребенком, это будет помощь. Вы знаете, помощь, когда ты меняешь себя, наши дети и мы, сообщающиеся в посуду. Когда ты меняешь себя, убеждения автоматом к ним туда перетекают, автоматом. Если вы хотите помочь своим близким, меняйте себя, меняйте себя. Им перекачать. У меня был случай. Сын со мной уже год как не жил, как она жила с бабушкой, я уехала в другой город. И просто уже сейчас расскажу на последовательство, мы закончим. И он приехал ко мне в Самару, каникулы, значит, и он с моей первой линией выходил на холодные контакты. Ушел он с моей Леной, он говорит, мам, ты эту встречу проводишь, я с Леной покажу. Ну, там эти таблетки предлагали для машин. И тут обратно, и Лена моя идет и плачет. Я, Лена, ты что? А он, знаете, ребенку было 10 лет или 11, 11 лет. Она ревел, он посмотрел, как она делает контакты с человеком. Он же не знает, как правильно, я же его не учила. Посмотрел со стороны, говорит, слушай, Лен, а что ж ты так себя не любишь? А почему ты уменьшаешься перед людьми? Тебе надо самооценку повышать, тебе надо работать над тобой. Короче, он ей целый тренинг провел, идет, Ленка плачет, ну, в самую точку. Откуда он это делает? Ему же это я не объясняла, даже слов таких. Он просто это скачал. Понимаете? И развиваясь сами, вот этим вы поможете. Вы отработаете карму, вы поможете своим детям, вы поможете своим внукам. Поэтому смотрите внимательно. Иногда бывает, что выбор сложный. Не знаешь, как поступить, что сказать, какие слова, да? Потому что у нас нет определенного видения, да? Позвони наставнику, скажи, вот такая ситуация. Как мне тут все сделать, чтобы и умным, и красивым, да? То есть как все это расставить? И все в вашей жизни будет прекрасно. Наша задача, помните, да? Мы рождены для удовольствия, для счастья, для гармонии. Я вас всех люблю, желаю вам отличного денежного дня. Всем до связи, всем пока-пока.